Воспитатель – это профессия, которая дает возможность постоянно находиться в мире детства, сказки и фантазии. Это распахнутые навстречу глаза детей, глаза, жадно ловящие каждое слово, взгляд и жест. Именно воспитатель закладывает ростки будущих характеров, знакомит с окружающим миром, поддерживает детей своей любовью, делится с каждым частичкой своего сердца. Таким человеком и настоящим педагогом является Светлана Мищенко, воспитатель детского сада «Зорька» села Натырбово. Я работаю воспитателем, педагогический стаж у меня 10 лет, но в этом саду я проработала уже 25 лет. Работала няней, у меня не было педагогического образования, потом я поняла, что это моя профессия на всю жизнь. В 2013 году поступила в Адыгейский государственный университет на дошкольный факультет, окончила его в 2017 году. Вот работаю уже в этом году, вернее в декабре 23-го, 10 лет, педагогический стаж. Труд воспитателя может быть нелегким, отнимающим порой все, и физические, и моральные силы, но рутинным, неинтересным его точно не назовешь. Вообще я с детства мечтала стать актрисой, но не сложилось. Привела ребенка своего старшего в детский сад, ему было полтора года. И я так влюбилась в эту атмосферу, которая царила в детском саду, что мне здесь захотелось работать. Как-то было так тепло, уютно, такие все добрые, доброжелательные. И так я пришла в эту профессию, хотя изначально никогда не мечтала быть воспитателем. Воспитание ребенка – это трудоемкий процесс, а воспитание чужого ребенка – это еще и огромная ответственность. Светлана Александровна об этом не думает, она просто живет своей работой, живет интересами и достижениями своих воспитанников, помогает им и радуется вместе с ними. В ясельной группе, когда принимаешь детей, очень сложно, когда они только привыкают, адаптируются. А потом дети привыкают к тебе, ты привыкаешь к детям. И получается очень хорошо, весело, уже тогда прям живешь с ними одной жизнью, тогда трудностей особых нет. Современный ритм жизни требует от педагога постоянного профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Светлана Александровна всегда участвует в различных конкурсах и олимпиадах, где зачастую занимает призовые места. Вот уже во второй раз участвует в профессиональном конкурсе «Воспитатель года». В 2017 году она была призером муниципального этапа. В этом году по итогам конкурса из 14 конкурсантов Светлана одержала победу. Она представит регион во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Я участвую уже в конкурсе второй раз. Первый раз это был на муниципальном уровне, в Кашхавле я стала призером. А потом решила попробовать себя еще раз. Мне предложил старший воспитатель, я согласилась попробовать себя, познакомиться с опытом других коллег. Ну вот так, конечно, таких грандиозных достижений я не думала достигнуть. Ну вот так получилось, что прошла так далеко. Самый тяжелый. Ну, наверное, первый показ педагогической находки, ну, потому что ты еще не знаешь своих коллег, как они, не увидела никого. Знакомство вот это вот, наверное, первый этап. А самый легкий у меня получился этап – это мероприятие с детьми. Хоть детки были с другого детского сада, чужие совершенно, они меня не знали, я их не знала. Ну, как-то получилось у нас очень это хорошо, весело. Я еще, конечно, до конца не осознала, но, наверное, сама оценка повысилась, что я могу много, я никогда не думала, что я таких результатов достигну. Ну, видно, не зря все это, что я хочу дальше познакомиться с опытом коллег на всероссийском уровне, посмотреть, как они работают и что-то взять для себя, для своей работы. В дальнейшем познакомить коллег со своего садика какими-то новыми разработками, которые я узнаю в дальнейшем на конкурсе, когда поеду на всероссийский этап. Поздравляем Светлану Александровну и желаем ей дальнейших профессиональных успехов.